Добрый день. Мы приехали из Бреста. Я представляю фирму Бресткат. Мы занимаемся разработкой программного запечения уже более 30 лет, с 80-х годов. Изначально цели и результаты работы в программах это были получение готовых чертежей, потому что сами параллельно с проектированием занимаются еще и программированием. Поэтому, когда создавались программы, изначально нужно было создавать так, чтобы конструктор получал готовый чертеж. Первый модуль это был фундаменты, ленточные, затем свайные, ленточные столбы, свайные столбы. А на сегодняшний день мы развились до того, что делаем чертежи монолитных конструкций после расчетов в разных программах метром конечных элементов. Сейчас мы покажем на примере софистика, как это происходит. Михаил Иванович будет показывать, может какие-то комментарии буду добавлять. Смысл такой, что абсолютно большинство программ, которые рассчитывают конструкцию конечных элементов, они нам предоставляют конечные элементы с результатами в ней для конструктора, которые нужны в виде арматуры. Затем мы берем эти изополя и начинаем с ними работать. Так вот мы создали программу обеспечения, которая позволяет для монолитных колонн, плит, диафрагм, балок выполнять вот эти работы. То есть исключается человеческий фактор в плане ошибки в спецификациях, в плане ошибки в подсчете, в назначении марок, групп, колонн, стержней. Выводятся готовые чертежи со спецификациями. Скажем, для колонн мы считаем, что это вообще чертежи 100% готовности, которые можно потом печатать, передавать настройку в экспертизу. Для плит перекрытий от 70 до 90% мы вот сейчас покажем. Так, и… Сейчас у нас техническая замена. Одну секунду. Серега Карач, принесите мышку, пожалуйста, вторую. Продолжение следует. Да. Сейчас Михаил Иванович покажет. Так, значит, задача возникла из потребностей одной из проектных организаций, В Бресте несколько проектных организаций используют комплекс «Софистик» для расчетов, но процесс создания проектной документации какой-то очень примитивный у них был. Они буквально после расчетов сканируют экраны с результатами, полученными в «Софистике», и потом ручками раскрашивают, выделяют области и так далее, создают чертежи. Ну вот мы решили помочь и создать модуль или даже комплекс, который бы эту операцию оптимизировал и автоматизировал. Идеология вписывается в нашу, поскольку наши комплексы предназначены для выхода, получать проектную документацию, чертежи, все спецификации, выполняя из трех этапов расчета первый и последний. Я имею в виду препроцессор. Это создание модели на основании архитектурных чертежей. Это, допустим, созданных в автокаде или в формате IFC, созданной другими проектирующими программами. То есть первый этап препроцессор создает модель, принимаем мы. Модуль наш тоже генерирует конечноэлементную модель. А далее мы передаем расчет на программы, комплексы, которые выполняют конечноэлементный расчет. Конкретно это Stark, Lyra. Ну и вот теперь за пару месяцев мы попытались создать продукт, который бы взаимодействовал с софистиком. Итак, это второй этап. Мы получили результаты расчета конечноэлементного, конструирования, то есть армирования. Получили арматуру в наш комплекс. И включается третий этап. Постпроцессор по результатам расчета и армирования какой-то, какого-то комплекса, постороннего, так сказать, мы обрабатываем их и получаем на выходе чертежи, готовые чертежи. Вот этот вот процесс сейчас я покажу. Так, ну в данном случае я ограничусь, даже не ограничусь, мы сделали как раз для проектной организации Полесье Жилстрой возможность на базе их результатов. То есть сейчас демонстрируем мы только постпроцессор. Значит, они как считали в софистике, как создавали модель, это, так сказать, их результат. Мы этот результат просто принимаем. Итак, функция импорт объекта. Ну здесь можете взглянуть. Значит, мы можем осуществить импорт из других программных комплексов. В формате DXF зачитать модель, созданную в AutoCAD. В формате FIA файла зачитать конечную элементную модель из Старка. В формате TXT зачитать модель из Лиры, конечную элементную. И в формате IFC зачитать трехмерную модель из, допустим, из Ревита и других программ, Ренга и так далее. Зачитать трехмерную модель. Это импорт. Ну и последняя строчка это файл Computer Database, то есть база Софистика. Вот мы выбираем объект, который… Вот это база. Таким образом мы пользуемся API, то есть интерфейсом, который предоставляет Софистик. Андрей Ешанов подчеркнул, и я тоже подчеркнул. Работает очень быстро. База зачитывается практически мгновенная. Это реальный проект. Сейчас мы его взглянем. Вот за это время произошло чтение базы, конечноэлементное. Результаты все. В протоколе отмечено, что зачитаны узлы, стержневые элементы, пластинчатые элементы. Ну а покуда я говорил, на базе конечноэлементной модели уже в нашей программе создана конструктивная модель. То есть по конечным элементам распознаны контуры, созданы конструктивные элементы. Это плиты, колонны, балки. Вот это конечная элементная модель. Мы считаем, что удобнее все-таки поэтажная работа. Хотя вот это трехмерная модель. Вот такой объект реальный. Кстати, параллельно, значит, для контроля есть возможность вызвать аниматор и винграф, чтобы проконтролировать, что же мы имеем. Вот это реальная модель расчетная. Это сооружение на сваях, но мы рассчитываем только верхнюю часть. Расчет выполнил. Мы будем только конструировать. Мы будем создавать чертежи. Ну и соответственно винграф можно посмотреть. Так, я возвращаюсь к трехмерной модели. Это каркасное отображение и элементами. Вот эта модель. Здесь считаю удобным разделить все конструктивные или конечные элементы по группам. Таким образом мы распределили все по этажам и по конструктивным элементам. Например, мы можем скрыть отображение несущих стен, соответствующих данным конечным элементам. Скрыть плиты, балки, колонны. То есть была произведена группировка по этажам и по конструктивным элементам. То же самое по этажам. Мы можем отдельно исследовать, поизучать. Вот это фундаментная плита. Это этаж на отметке 0. Сейчас допустим. Отменим плиты. Это стены. Железобетонные, несущие. То есть диафрагмы здесь. Колонны, балки. Это конечная элементная модель. Чуть раньше я говорил, что по дороге была создана конструктивная модель. Поэтому если мы отключим отображение конечных элементов, то мы получаем уже конструктивную модель. Вот это модель здания. То же самое. Сгруппировано по этажам, по отметкам, по конструктивным элементам. Несущие стены, балки отключаем, остались плиты. Или наоборот. Плиты включили, стены посмотрели. И по же самое по этажам отменить. Этаж. Так, ну это просто визуализация. Пока мы к делу не приступили. Что-то я рассчитывал. Больше. Да. Так. Есть возможность и посмотреть результаты расчета, которые были в софистике. Ну, например, колонна, которая соответствует конечные элементы, полученные после расчета в софистике. Вот это эпюра нормальных усилий. Моменты. Арматура. Нажав кнопочку по всем этажам, мы получаем сквозную отображение. По этажам. Либо один этаж и... Двумя руками надо работать. И смежный верхний этаж. Это по двум этажам. Нормальное усилие. Или два смежных этажа. Да, да, да. Так. Тороплюсь. Можно, допустим, получить результаты по конечному... Найти конечный элемент по номеру. Найти узел по номеру. И, наконец, можно найти элемент, соответствующий максимальному значению. Допустим, максимальному усилию. Или максимальная арматура. Найти. Он находит в объекте колонну, соответствующую данному конечному элементу по значению арматуры рассчитанной. И его можно затем вот отобразить здесь. Вот этот элемент, в котором максимальная арматура была. Так. Это все, опять же, только иллюстрация или возможность проанализировать данную модель. Ну, а теперь приступаем к основному. Так. Мы собираемся выполнить конструирование несущих элементов. Колонн, стен несущих железобетонных и плит. Ну, на чертежах все это для колонн и стен необходимо армирование по всем этажам. Поэтому они автоматически все будут включаться в конструирование. А вот по плитам, как обычно, выбираем несколько этажей. Указываем, что нам нужно получить чертежи типовых этажей каких-то. Вот пункт включить в конструирование. То же самое возьмем. Вот это как раз была мелким шагом сетка сделана в расчетах. Поэтому мы ее тоже включаем в конструирование. И создаем файлы для конструирования. Нажимаем эту кнопочку. Идет сообщение, что сформированы данные для конструирования. Колонн, балок, стен и двух плит. Все. Переходим теперь к конструирующим модулям. Начнем с конструирования плиты. Запускается конструирующий модуль для конструирования плит. Раскладка арматуры. И на следующем этапе создание чертежей. Так, здесь мы задали плиту на подвале. Первый этаж сообщения плиты на этаже не рассчитаны. Мы задавали плиту на 17 этаже. Вот плита на 17 этаже. В настройке указывается минимальный процент армирования. В соответствии с этим подбирается допустимое армирование, которое определяется диаметром возможных стержней и шагом. Вот здесь мы можем назначить, какие у нас есть стержни в наборе. Выбрать шаг. Итак, у нас в соответствии с выбранным диаметром и шагом раскладки стержней получается вот такая градация. Мы можем выбрать фоновую арматуру. Вот мы убрали ее. Фоновую арматуру. Шагом 200 диаметром 10. Выберем фоновую 12. Остались несколько незаармированных элементов. Держи двумя руками. Автоматически нажимаем кнопку, которая создаст дополнительные зоны армирования. Ну, здесь виднее. Итак, выбираем арматуру 12. Автоматическое создание дополнительных зон армирования. Уточним их в сочетании с колоннами. Следующий слой. То же самое. Выберем фоновую 12. Автоматическое создание дополнительных зон армирования. Ну, есть здесь дополнительные инструменты, которые можно вручную создать зоны армирования. Как-то сочетание зон нижнего и верхнего слоя. Точнее, по X, по Y. Наши конструкторы просят, чтобы была идентичная форма нижней и верхней дополнительной арматуры. Ну, мы их удовлетворяем и их требования. И, наконец, расчет на продавливание. Вот предварительная схема. Мы армируем поперечную арматуру вот в виде таких цветочков каркасов. Здесь полный протокол расчета на продавливание, из каких соображений получены данные конструктивное решение. Ну, все, на этом мы закончили. Сохраняем результаты. Да. Я... Или нет времени. Так, ну, заармировать отверстия. Так, 12-ка мы выбрали фоновую. Назначим. Следующее отверстие. То же самое. Если так, то обрамляющее слишком. Поэтому есть возможность вот так обрамить. Ну, и, наконец, можно на все назначить такую же арматуру. Уточнить. Это отверстие. И так, конструирование закончено. Выходим. Ну, на всякий случай. Тут в прямом эфире проблемы бывают. Так. Процесс конструирования плиты еще не закончен. Вот такая мелкая деталь. Но конструкторы наши попросили сделать возможность создания чертежей для фиксаторов. Вот здесь фиксаторы в виде кракасов. Чертежи мы чуть позже посмотрим. Здесь ряд параметров, которые позволяют оптимизировать процесс раскладки. Допустим, если мы зададим нам нужно мало типов фиксаторов, то получили три типа фиксаторов. Но тогда они идут с нахлестом. То есть расход материала. Вот здесь список этих фиксаторов. Ну и последнее. Мы записываем результаты. Отмечено, что выполнено не полностью, потому что на 17 этаже была еще одна плита. Это была лестничная площадка. Ну, естественно, мы ее не армируем. Но она была включена в всю модель. И вызываем конечный модуль. Продолжение следует... Система ключей защиты. Ну вот, сработало. Итак, вот это на выходе чертежи. Чертеж. Я не дошел еще. Мы занимались подробно... Здесь у нас был первый этаж. Ну, торопимся. Верхняя, нижняя, по ИКС, по ИКС, по ИКС. Вот то, что мы сейчас, так сказать, в прямом эфире делали. Это армирование отверстий. Есть возможность небольшую коррекцию чисто графики выполнить. Пока проблема небольшая в связи с вепортами. Значит, на примере плиты перекрытия, поскольку нам показывают, что осталось все 3 минуты, мы получили только что чертежи. То есть наша, скажем так, цель и задача, это после того, когда выполнены расчеты по методу конечных элементов и заармированы. Причем они выполнены в любых нормах, с любыми пожеланиями проектировщика, заказчика. Они, когда появляются, то мы дальше работаем с последними конечными элементами. Вот мы с ними сейчас проработали и получили конструктивные чертежи со спецификацией, с раскладкой арматуры в любых направлениях. Точно так же мы делаем для колонн, точно так же мы делаем для диафрагмы. Покажите чертежи колонн. Сейчас. Уже время истекает. Ну да. Тут придется поверить нашего, что все было хорошо. Спасибо. Армирование колонн. Набор чертежей. В таком же режиме было выполнено конструирование колонн. По последним требованиям нужны муфты. Вот они муфты. Это конкретные чертежи со спецификацией, выбор комуфт, набор планов с указанием групп, арматурные выпуски, ну и спецификации. Схема диафрагм, опалубка. Вот куча диафрагм, которые были. Арматурные сетки. Вот сформировано 16 листов. Времени не хватило. Я бы показал процесс, когда в течение нескольких секунд были созданы эти чертежи. Сечение, детали. И спецификации. На базе этого я вернусь к этому виду. Это фрагменты чертежа. А теперь мы создаем реальный чертеж. На лист размещаем, допустим, нижнюю, верхнюю. Добавим спецификацию. Разместим. Добавим угловой штаб и отправим в автокад. А там можно либо доработать, либо выводить на носитель бумажный. Именно этим комплексом работает наша проектная организация. Ты, наверное, не сказал. Это у нас спарена, так сказать, организация. Часть работает созданием программного продукта, а основная часть работает проектированно. Вот с помощью наших комплексов. Поэтому это все реальные проекты. У нас регулярно выпускаются. Вот 3-4-5 проектов. Вот все сделано нашим инструментом. В двух словах, да, вот еще просто обобщаю. То есть принцип такой. Программы расчетные выдают результаты, с которыми потом человек работает либо с листа, либо в автокаде, либо еще как-то. Некоторые из них сейчас делают модели. Вот, кстати, киевская одна программа тоже сделала чертежи. Когда-то мы 3 года назад с ними связались, показали. И они уже на основном тоже сделали такие же чертежи. А мы за это время сделали еще софистик. Наверное, самый такой открытый, самая открытая база данных и самое большое удобство в работе именно с данными для дальнейшей работы. Сделали результат армирования. Результатом армирования получаем чертежи. То есть та нудная, рутинная работа, которая отнимает очень много времени и в которой очень часто присутствует человеческий фактор. Потому что полностью все расходы арматур, ведомости, тоннаж, сколько каркасов, сколько групп этих колонн каркасов делал. Все это здесь можно регулировать в онлайн-режиме. Самое важное, что как только меняется модель, мы можем в течение дня, после того, когда поменялась модель, получить опять комплект чертежей, несущих элементов по зданию. Спасибо. 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 Это мы передали нашу модель с арматурой в ревит. Вот это именно раскладка арматуры, каждая нарисована для чего-то, может быть, не знаю. То есть это такая модная тенденция сегодня видеть. Это фигуратор и парадольная поперечная арматура в два слоя и для колонн, для стен. Учитывая, что объем информации в файл получается огромный и загружается в ревит очень долго, вот я только выделил. Спасибо. До свидания. Регуально. До свидания. Учима. Учима. Учима.